Продолжение следует... Впервые интервью Алексея Венедиктова с министром иностранных дел Португалии Жуао Гомешем Кравиньо. Это эксклюзивное интервью в ходе большой португальской повестки. Алексей Венедиктов встречался с руководителями этого государства. И вот его гость, это, еще раз повторю, министр иностранных дел Португалии Жуао Гомеш Кравиньо. Это эксклюзивное интервью впервые в эфире «Живого гвоздя» сразу после окончания нашего утреннего разворота в 11 часов. Обязательно посмотрите. Маша Майерс и Ирина Баблоена к нам присоединяется Польтова Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Борисович, мы, знаете, хотим начать с вами, с Алексея Навального, которому, во-первых, очередной срок в 19 лет на прошлой неделе объявили. Его опять в ШИЗО отправили на 15 суток. Вы знаете, я вас хочу спросить, я наверняка вас уже спрашивала не один раз, но поскольку каждый раз после очередного суда все начинают писать, что, ну, понятно же, что Алексей Навальный сидит, пока Владимир Путин. Понятно же, что вот, значит, Путина не станет, режим не станет, и сразу Алексей Навальный окажется на свободе. На чем вообще вот эти вот тезисы базируются обычно? Откуда такая уверенность, или это просто wishful thinking? Ну, у меня нет уверенности, что как только уходит Путин, так и выходит Навальный. Дело в том ведь, что Путин создал некоторую систему, и не исключено, что она некоторое время присуществует после Путина. Скорее всего, да. Скорее всего, те, кто придут Путину на смену, давно и ясно понимая катастрофичность украинской войны, катастрофичность развода с Европой на своей собственной шкуре, будут искать какое-то возобновление взаимодействия. Поэтому, когда уходит Путин, наверное, самым первым шагом будет прекращение войны, украинской войны. Их, скорее всего, вторым, все-таки не самым первым шагом, будет какое-то ослабление политического режима, временное, пока он не может обеспечить себе полный абсолютный контроль, какой был во времена Путина. Так что, да, скорее всего, Навального выпустят, но насколько и как скоро это произойдет, мы с вами судить не можем. И, по-моему, это даже как-то и безответственно. А о чем мы можем судить, так это о том, что режим все очевиднее идет под горку, все звероподобнее себя ведет. И даже, как бы, принимая в качестве образца имперские достижения, скажем, царской России, которые действительно были немалые, особенно в конце XIX века, когда все очень быстро росло после освободительных реформ царя-освободителя, путинский режим не хочет, не может, не умеет воспользоваться теми представлениями о человеческом достоинстве, которые даже тогда существовали. Он пользуется сталинскими представлениями об отсутствии человеческого достоинства, о превращении человека в животное, превращение государства в систему репрессивного аппарата и так далее. Вот, пробивается дно за дно. Ну, можно было бы хотя бы сделать вид, что ты обладаешь какой-то дворянской, ну, не совестью, а представлениями о христианском гуманизме, чести, порядочности. Нет. Вот Навальный персонально Путину отвратителен, как человек, который хотел отстранить Путина от власти, а Путин без власти себя не мыслит так же, как Лукашенко. Из-за этого Навального, которого Путин даже не хочет называть по имени, что тоже, в общем-то, скажем так, не очень благородно с точки зрения русских ценностей. В некотором смысле отдаёт каким-то варварством. Не называй врага по имени, он и не появится. Да. Мистика некоторая в этом. Низительная деградационная линия, она, мне кажется, всё очевиднее проявляется, и казус Навального в этом смысле, ну, просто ещё одно очередное подтверждение. Извините, вы что-то сказали, а я вас не раз слышу. Нет, я сказала, что некоторая мистика, вот в этом вот не называй, да, по имени. Это такое довольно примитивное шаманство, что ли, или можно это назвать суеверием. Но это, в общем, в любом случае существенная деградация по сравнению даже с дореволюционными представлениями о роли благородства, там власти и прочее. Это представление о жизни в исполнении товарища Шарикова. Дмитрий Борисович, у меня такой вопрос. Вот мы понимаем, да, что действительно Навальный – это личный враг Владимира Путина, и я читаю заголовок, что Навальный получил огромный срок, значит, третий в списке политических заключённых. Я как-то даже вот поперхнулась в этот момент, подумала, действительно, а кто же ещё? И там, конечно, Иван Сафронов и Владимир Карамурза. А им-то почему больше, чем Навальный? Что сделал Владимир Карамурза Владимиру Путину? Можно ли сравнивать его вражеский вес по отношению к Российской Федерации? Владимир Карамурза – не личный враг Владимира Путина. Он враг системы коррупционной скупки лояльности, которую построил Владимир Путин. Дом, который построил Джек. Система очень простая. Силовикам позволено воровать бюджет или отжимать бизнес у кого угодно, а они взамен платят Владимиру Путину беспредельной лояльности. Вот одну из попыток нарушить этот режим совершил господин Привожин, и это тоже красноречиво. Все остальные нет, все остальные поддерживают. А Володя Карамурза объяснил всему довольно плохо разбирающемуся в российских реалиях Западу, что такое дело Магнитского и кто там участвовал. И он выступал неоднократно с докладами и сообщениями, в том числе на высоком уровне в парламентах западных стран. И таким образом он нанес удар не только лично по Путину, но по всей системе в целом. Вот по всем этим товарищам, которые воруют, отмывают деньги, воруют бюджет, строят недвижимость в Арабских Эмиратах. И тут вдруг выясняется, что они в списке Магнитского, что Браудер их разоблачает и Карамурза способствует. Это не прощается. Поэтому здесь уже вся не просто персонально Путину система поддакивает, а она обнажает все свое коррупционное, мафиозное ядро, нутро, и всю свою ненависть, в данном случае можно назвать сословной или классовой ненавистью, изливает на Владимира Карамурзу. 24 года, так что если мне 25. Да, то есть получается, что система, которую создал Владимир Путин, она жестче, кровожаднее и злее, чем сам Владимир Путин. Ну, это как раз не новость, потому что давно известно, что в авторитарных таких самодержавных, самовластных системах право на гуманизм имеет только первое лицо. Государь-император может помиловать, там еще что-то, но Путин этим правом не пользуется, в отличие от русских царей. Тем не менее, да, сама по себе система лютея, глупее, примитивнее, злопамятнее даже, чем тот, кто ее создал. Живучая ли? То есть я что имею в виду? Живучая, живучая. Подождите, возвращаясь к первому вопросу. То есть Навальный, вот мы начали со схемы, Навальный сидит пока, сидит Владимир Путин у власти на троне, да, и при этом мы понимаем, что Владимир Путин уйдет, но систему может пожрать и кого угодно, если она устоит без российского лидера. Понятно, Маш. Это вопрос, который остается открытым, потому что система может оказаться более живучей, чем Путин. Обычно так не бывает, потому что система замкнута на одного человека, она вылизывает ему все места, и, собственно, ее смысл существования в том, что этот человек персонифицирует систему, а они от этой системы люди, выгодоприобретатели этой системы, от нее кормятся. И для них, в принципе, неважно, кто стоит во главе. То есть, если удастся провести такую вот согласованную ротацию и вместо товарища Путина поставить кого угодно, господина Кадырова там, ну, вряд ли, конечно, Кадыров не будет мил большинству российского населения, просто потому что, вы знаете, как оно называет выходцев с Кавказа. Ну, или еще кто-то, неважно. Ну, Мишустин, Собянин, понятно. Мишустин, Собянин – немножко другая история. Это все-таки не совсем силовики. Они больше по хозяйству. И это был бы лучший вариант, потому что они понимают, откуда в тумбочке берутся деньги. А силовики, они понимают, как взять из тумбочки деньги, как отжать их оттуда. А откуда они, как они там заводятся, это их не интересует. Это дело жалких презренных коммерсов зарабатывать бабки, а дело аристократов-силовиков эти бабки отжимать. Не знаем мы с вами, что там будет. Я так думаю, что будет плохо по-любому, потому что Путин уничтожил атрибуты государственности. Он уничтожил государственные институты, типа там выборов, независимого суда, свободной прессы, парламентаризма, политических партий. Вот все это превращено в фейк. Поэтому делить власть будут по каким-то своим понятийным, мафиозным правилам. У кого больше ресурсов силовых, тот, значит, и главней. Кто сможет все это консолидировать? Поэтому, может быть, что обладатели разных силовых ресурсов просто сцепятся друг с другом, и это будет то, что называется гражданская война. Мы не можем этого исключить. Может быть, будет какая-то хунта, когда они там договорятся и временно заключат какое-то водяное перемирие до установления стабильности, с тем, чтобы потом уже потихоньку жрать друг друга уже в рамках новой политической реальности. А может быть, переход власти, с моей точки зрения, это самый благоприятный и самый маловероятный сценарий, переход власти в руки каких-то технократов, роль которых сейчас изображает упомянутый вами Мишустин и упомянутый вами Собянин. Но у них же нет силового ресурса за спиной. Путинская псевдогосударственность так сильно деградировала, что единственным ресурсом в деле конкурентной борьбы за власть является сила. У кого сколько штыков, у кого сколько крупнокалейских пулеметов, танков и так далее. У Собянина их нет, и у Мишустина их и нет. А у Золотова, у Кадырова, у Шойгу, у Бортникова есть. Вот эти ребята, скорее всего, и будут друг с другом договариваться. Другой вопрос, что теоретически можно себе представить, что они... Они не могут примкнуть к технократам? А зачем? Они могут нанять технократов для того, чтобы все выполняли роль франкменов. Это в том случае, если они на личном опте убедятся, что война – это для них, для них, и для их семейства, для их сословия, это плохо. Тогда надо откуда-то как-то выбираться, тогда надо менять вывеску, и тогда надо поставить какого-то человека с широкой улыбкой, либеральными замашками и, значит, не замазанного в кровище. Вот тогда да. Но, слушайте, мы с вами теоретизируем, а Владимир Владимирович Путин себя чувствует хорошо и еще довольно долго проживет и будет осчастливливать Российскую Федерацию своим правлением еще достаточно долго. Если, конечно, те же самые генералы не вспомнят о славных русских традициях, касающихся там табакерки, шарфика, и так далее. Тогда, Дмитрий Борисович, я хочу вас попросить прокомментировать следующую фразу. Наши президентские выборы это совсем не демократия, это дорогостоящая бюрократия. Правду говорят? Ну, конечно, конечно. В какой-то веке. Понимаете, как ничего в этом особенно нового нет, потому что еще Леон Фехтвангер, который написал книжку «Москва-1337», встречался со сталинскими чиновниками, говорил, как ему один из высокопоставленных начальников, не названный по имени, сказал, что «Мы знаем, что демократия – это власть народа, мы знаем, что диктатура – это власть одного человека». Ну, если весь народ в восторге от одного человека, это диктатура или демократия? То же самое с выборами. Как бы выборы, да, как бы выбирают? Ну, если выбирать приходится из одного человека с заранее известным результатом, заданным в Кремле, 80% – это, как говорят, Ильенко, или 90% – уже песков, то это не выбор, а, так скажем, электоральный ритуал. Отчасти кладбищенский, отчасти, ну, как бы опочетный караул. Для пропагандистского пространства это важно, потому что можно, как в советские времена, говорить о том, что весь советский народ плечом к плечу в количестве 99,9% дружно поддерживает единственно правильную ленинскую политику партии и правительства. Или там поддерживал нерушимый блок коммунистов и беспартийных на выборах. Цифра 99,9%. Понятно, что так технически не может быть, но вот, ну, что делать-то? Это пропагандистская составляющая, а сущностная для властей заключается в том, что это тест на дееспособность и лояльность региональных элит. Вот если они тебе нарисовали эту цифру, неважно, как они ее добились. Конечно, они ее сфальсифицировали, но этого не важно. Раз они сфальсифицировали, а протеста нет, значит, страна под контролем, территории под контролем, региональные элиты справляются с поставленной задачей. Ну, я думаю, что ни у кого в нынешней России не вызывает сомнения факт, что в Кадыровской Чечне результаты выборов фальсифицированы больше, чем наполовину. Ну, нет там явки в 90 с лишним процентов, а она рисуется. Явка, как действительно наблюдатели, которые имеют смелость фиксировать, сколько людей зашло на избирательный участок, явка почти всегда меньше половины. Пишут 90 с чем-то процентов. И голоса точно так же пишут. В общем, все это знают, никто не протестует, потому что страшно. Ну, есть отдельные личности, но с ними они не знаю, с ними обходятся, как с преступниками, личными врагами Кадырова. Вот. И этот процесс, он расширяется на всю страну понемножку. Идет кадеризация выборов. Или правильнее назвать возвратная советизация выборов. Потому что в 90-е годы голоса имели смысл. Да. И представители элит там плясали перед народом. Что Ельцин плясал, что Лужков плясал, что Зюганов по-своему плясал. Потому что им нужны были эти голоса. Сейчас пляшут перед Кремлем. Каждый региональный начальник пляшет лично перед Путиным, объясняя ему, что у него цифра не хуже, чем соседи, а может даже и лучше. И никто не спрашивает, как он эту цифру обеспечивал. Как в советские времена никто не спрашивал, потому что всем было понятно. Вот так и живем. И в этом смысле, конечно, Сурков это начинал, а Песков это продолжает. И мне кажется, Песков несколько неосторожно даже высказался. Мог бы слова поаккуратнее подбирать. Конечно, это просто ритуал, как в советские времена. Это возвратный совок, как возвратный цик, виноват ТИФ. И кончается это все примерно тем, чем кончается Советский Союз. Просто не сразу. Вот не сразу, а довольно долго, довольно мучительно будет продолжаться некоторое время гниения, экономический застой, торможения, демографические катастрофы. И все это ничего, все это будет терпеть. Все это будет как бы продолжаться, потому что накопился какой-то жирок за годы относительного благополучия. Вот пока мы все это не проведим, значит, мы будем скрипеть, понемножку деградируя, медленно. А потом рухнется сразу, потому что и население не окажется, и технологий не будет, и деньги обесценятся. Ну, и все то, что понемножку происходит сейчас, ну, как бы компенсируется разными другими накопленными ресурсами. В том числе накопленным ресурсом уважения государственности. Но это же транслируется, ну, то есть это не интервью РИА Новости, это не интервью газете Известия, это транслируется на весь мир, тем самым говорится, что 90% поддерживают войну? Ну, слушайте, у Пескова такая работа, да, значит, на самом деле войну, ну, вернее так, вот многократно осужденный демократической общественностью Левада-центр, который на самом деле просто делает свою работу, и на мой взгляд он ее делает хорошо, спрашивает о том, как вы считаете, в правильном направлении идут дела в стране или не в правильном, так вот, 60 с лишним процентов считают упорно кто в правильном. У них такая картинка мира. Кремль за эту добросовестную работу произвел Левада-центр в иностранные агенты. А демократическая общественность за эту добросовестную работу произвела Левада-центр в агенты Кремля, потому что не может же быть, чтобы кремлевскую политику поддерживало большинство. Вот отвечаю, может и поддерживает. Другой вопрос, что как только переменится нарратив, так это же большинство довольно быстро переобуется и будет поддерживать нового начальника, как мы с вами говорили, там, технократа или еще кого угодно еще и так далее, до той поры, пока все это не сгниет. Вот когда все это сгниет, тогда уже никакого начальника не будут поддерживать, а будет опять смутное время, но до этого надо дожить. А пока мы здесь не дожили, люди радуются, получают зарплату, особенно в военно-промышленном комплексе, они с удовольствием друг другу пересказывают, что мы даем отпор несносному Западу и поддерживают, да, поддерживают Владимира Путина. А то, что нам сами это кажется дикостью, ну, надо отдавать себе отчет, что таких людей тоже достаточно, но примерно 20%, ну, или, грубо говоря, 25-30 миллионов человек. Немало. Немало. Меньшество. Дмитрий Борисович, тут вот один из наших слушателей, майк, дальше не могу прочитать, у вас сложный никнейм. Диктатура пишет, диктатура усиливается, демократия ослабевает во всем мире. Можете прокомментировать? Нет, я так не думаю. Почему? Я так не думаю. Другой вопрос, что усиливаются консервативные тенденции, это точно. И мы все чаще наблюдаем, как откат к великому прошлому, который понимается очень по-разному, имеет место и в трамповской Америке. Вот Америка Трампа очень консервативна. Make America great again. Но это в рамках демократии. Трамп пытается избраться электорально. Слушайте, а Трамп пытался захватить Капитолий в рамках демократии? Безусловно. И это была попытка разрушить демократию. Она не состоялась. Трамп хотел остаться на второй срок. Не будем слишком долго эту тему рассуждать, но это была попытка узурпации. Это была попытка великого политика типа Юлия Цезаря, который из республики сделал империю. Трамп примерно хотел сделать то же самое, но кишка оказалась тонкая. Соединенные Штаты при всех издержках демократического процесса и при всей скептической оценке деятельности Джона Байдена, тем не менее, демократическая процедура и демократические институции в государстве вполне сохранились. И мы посмотрим, как еще они сцепятся на грядущих выборах. То же самое в Германии, то же самое в Италии, то же самое во Франции. Растут консервативные державнические настроения. Будь то альтернатива для Германии, будь то Марин Лепен во Франции, это да, но саммиты института сохраняются. У нас Путин уничтожил институции, вот в чем разница. Тут ты уже на выборах ничего не можешь противопоставить, потому что тебя не зарегистрируют. А если вдруг зарегистрируют, по каким причинам, то с помощью электронного голосования нарисуют тебе столько, сколько надо. Это уже не выборы, по сути. А там они, да, выборы. Там голоса считают, вопреки тому, чего думают, что считает значительная часть общественности, там голоса считают честно. Там работает независимый суд, там работает парламентаризм, там можно влезть на трибуны, вылить на власть какую-то ахинею и тебя защищает конституция. У нас все это не работает. Поэтому говорить о том, что весь мир отказывается от демократии, ни в коей мере я не стал бы. Другой вопрос, что вместе с демократией значительная часть мира увлекается консервативными картинками великого прошлого, вот это да. да. Да, спасибо. Вот еще одно сообщение, китайская диктатура усиливает свое влияние в мире, поэтому происходят войны в Украине, Сирии, Грузии и так далее. Вот можете это тоже, китайская диктатура, да. Каким образом она влияет на те процессы, которые происходят у других стран? Ну, во-первых, китайская диктатура ослабевает понемножку и появляются более сильные, не более сильные, но весьма влиятельные конкуренты. Та же самая Индия, кстати говоря, демократическая, растет не менее быстро, чем Китай. Я уж не говорю про Соединенные Штаты. Что касается Китая и Украины, то Китай как раз тем и силен, что он несколько в колене живет без войны. Именно поэтому он обеспечивал себе такие завидные темпы экономического роста. Ну, естественно, низкая база отсчета. Поэтому там 5-7-8% в год экономического роста для них было нормально. Сейчас темпы снижаются китайского экономического роста. Но в войне Китай замечен не был. Он был замечен в пожирании своих заинтересовавших его территорий примерно с технологией морской звезды, которая не то чтобы глотает что-то, она обволакивает объект своими полостями и начинает переваривать его еще не втянув в себя. Так вот Китай переварил Макао, так он сейчас пытается не завоевать, а вот проглотить Тайвань ну и некоторые другие прибрежные территории. Но это без войны. А на Украину Китай точно не лезет. Это просто территория, которая он там пытался что-то вкладывать, но в основном он, скажем так, занимается экономической экспансией в Африку. Не очень понимаю, каким боком китайская держава занята с украинской войной. Она может преследовать свои цели, ее удовлетворяет то, что ослабевает Россия, соответственно усиливается влияние Китая в Евразии и тратятся военные ресурсы Соединенных Штатов. Таким образом в случае потенциальной войны с Тайванем Китай усиливается. В общем украинская война их не сильно пугает, но они выступают как понимают, что китайская политика в ближайшем будущем ориентирована на какую-то глобальную ведущую роль, они хотят выглядеть как носители альтернативной повестки дня, поэтому они не слишком настойчиво, но осуждают российские попытки присоединить к себе территории чужого государства, чтобы создать себе имидж такого миролюбивого гиганта. так скажем, но мне не кажется, что Китай какое-то ключевое или существенное влияние оказывает на процесс украинской войны. А почему тогда так много говорили об участии или не участии, о важности участия Китая в этом Саудовске? Это как раз понятно. Почему они не участвовали в Саудовской в Джиде? Да, да, да. Ну, просто потому, что Путин надеялся, опять же, в рамках советской возвратной советизации, расколоть мир на две половинки, пусть качественно новой конфигурации. То есть, в советские времена был Запад и Восток, лидером Востока был Советский Союз и примкнувший к нему коммунистический Китай, который кормился за счет Советского Союза, получал ядерное оружие из Советского Союза и не только ядерное. А сейчас Россия уже не является лидером глобального Востока, а им является Китай. Но для Путина жизненно важно, вот и в этом его, как мне кажется, безумие наказать Запад. Вот за что-то он его наказывает, за то, что Запад его недостаточно уважал, лишь не зная за что. И он готов даже идти в подмастерье к Китаю, но лишь бы наступить на все возможные мозоли Соединенным Штатам, Западной Европе и так далее, которые, как ему кажется, его недостаточно уважали, что ли. Так вот, роль Китая в этом смысле очень важна, потому что он согласен играть роль глобального лидера Востока или не согласен, согласен играть роль лидера БРИКС или не согласен. А Китай, как мы видим, поехал, послал своего представителя на этот, ну, не саммит, а на это совещание в Саудовской Аравии, таким образом показав, что он не блоковое государство. Так же, как многие члены БРИКС, включая, например, Индию. Опять же, Путин пытался строить БРИКС как альтернативу J7 развитым странам Запада. Строил, строил, вот, наконец, построил, и члены БРИКС, в том числе Индия, и Китай тоже, туда поехали, туда, где обсуждается украинская война без участия России, как или недоговороспособного партнера, или малозначимого партнера, или как партнера, с которым не о чем говорить. Так или иначе, Китай туда поехал, и это означает, что восточный блок, который мыслился Путину как союз евразийских государств, не работает, а Китай сам по себе, и он действует вне зависимости от интересов путинской России, он их не прямо не нарушает интересы, но он ни в коей мере не соблюдает требований союзничества, то есть это не союзник, это партнер, а Путин хотел бы иметь Китай в союзниках против Запада, и в этом смысле конечно это скажем прямо оплеуха для внешнеполитической стратегии Владимира Путина, ну и соответственно господина Лаврова, который следует в его фарватере, так же как и присутствие Индии, они показали, что играют сами по себе, а в общем-то роль России вторична в этом вопросе. Дмитрий Борисович, мы вот несколько раз повторили словосочетание возвратная советизация, а мы с Ириной Баблоян начали сегодняшний эфир уже почти три часа назад с афродеревлений, которые собираются строить в Тверской области. Я не знаю, видели ли вы эту публикацию в российской газете, афродеревни, фермеры перспективные из Африки приедут в Тверскую область, будут там в разделе экономики ты еще забыла сказать. Коров, коров, коров разводить, понимаете, сельским хозяйством заниматься, вот это что, объясните, это тоже большой новый геополитический или социально-экономический проект? Это маленькая попытка сыграть российскую власть. Опять же, советское прошлое, потому что в 20-х и даже 30-х годах очень многие люди, которых Владимир Ильич Ленин называл полезными идиотами, из Соединенных Штатов, из Европы, ехали, ну, из того, что называлось тогдашней Палестиной, ехали в Россию, в Советскую Россию, строить светлое будущее. Но идеология была, а сейчас-то что? Был этот помо советикус, был о этой идеологии светлого будущего. Они думали, что они будут создавать что-то типа кибуцев, если это люди... А сейчас-то о чем думать? Сейчас африканцы думают о том же самом, что они приедут, им дадут землю, и они будут там воспитывать своих коров, их никто не будет обижать, французские колонизаторы. И они будут строить себе светлое будущее под защитой великого Владимира Путина. Через 3-5 лет эти ребята будут чудовищным образом разочарованы и или уедут, или в лучшем случае переедут в Москву для того, чтобы поступить в каком-то университет дружбы народов. Это лучший вариант. Женится, опять же. А как же? Да, может и такое быть, конечно. Но вот идея вот этих афродеревень, афроколхозов, скажем так, она действительно очень советская. Дмитрий Борисович, можно я вернусь к встрече, которая была в Саудовской Аравии? Будьте любезны. Если вы не против все, простите, пожалуйста. Просто, вы знаете, меня, например, очень мучает вопрос. А почему на подобные встречи не зовут Беларусь, например, в лице Светланы Тихановской? Вот это интересный вопрос, но статус Светланы Тихановской не является статусом президента в изгнании. И правительство ее не является непризнанным таким вот изгнанным президентом. Потому что доказать, что она победила на выборах, можно статистическими методами, но не юридическими. Она не была признана президентом и потом отстранена от власти. Как, например, было с польским правительством в изгнании в прошлом веке. Это человек, который, по-видимому, хорошо выступил на выборах, но у которого нет того политического влияния, которое есть у Лукашенко, хотя Лукашенко европейские политики не называют президентом упорно. Тем не менее, Тихановская это всего-навсего идеологическое, скажем так, отчасти диссидентское противостояние Лукашенко, но не реальная политическая структура, на которую можно было бы рассчитывать как на альтернативу Лукашенко. Во всяком случае, наверное, кто-то так и думает, но европейские государства так и не мыслят. И уж точно так не мыслят организаторы встречи в Джидде, в том числе вся Саудовская Аравия, у которых тоже полон шкаф скелетов, между нами говоря, но и которые совершенно не хотят повышать статус вот такого рода альтернативных политических структур, которые, как им кажется, могут появиться и на их территории тоже. Поэтому я думаю, что нигде и никем даже не обсуждалась тема о приглашении госпожи Тихановской на эту встречу довольно высокого уровня. У нее статуса не хватает для а для восточных стран типа ну восточных стран исламской политической культуры консервативной таких как Саудовская Аравия, вопрос статуса даже важнее, чем для европейских стран. Поэтому для меня неудивительно, что ее не позвали. А если бы позвали, то в лучшем случае в качестве наблюдателя, для информации и так далее. Ну это получается значит Светлану Тихановскую я сейчас не говорю конкретно про Саудовскую Аравию, но Светлану Тихановскую легитимным президентом на официальном уровне не признают. Лукашенко они стараются игнорировать, у них получается Беларусь без президента? Беларусь очень, да, формально говоря, Лукашенко президентом не считают, называют господин Лукашенко, а не господин президент. но господин Лукашенко де-факто контролирует ситуацию на этой территории. Вот с этим никак не поспоришь. И он это прекрасно знает, и европейцы это прекрасно знают. И если перед ними, перед Европой стоит вопрос, что лучше, иметь единое политическое пространство от Гродна до Владивостока у себя под боком под руководством Владимира Путина, или иметь два политических пространства под руководством двух диктаторов, то они всегда выбирают второй вариант. Поэтому Лукашенко в критической ситуации они поддерживают, потому что в их представлении он реальный противовес Владимиру Путину. Это, мне кажется, что это журналистская такая байка о том, что Лукашенко на коротком поводке у Путина, что Путин сказал, то Лукашенко сделал. Он делает вид, что это так, потому что уже из года в год он кормится из путинского кармана и неплохо кормится, делает вид, что он целиком и полностью за него одевает тельняшку, потом эту тельняшку на груди рвет, но с реальными институциями своей персональной власти он с Путиным не делится. Его главная институция это армия, он сидит на штыках, поэтому отдавать свои штыки в управление или в аренду Владимиру Путину он не собирается, потому что знает, что после этого они будут подчиняться кому-то другому, а не Лукашенко, поэтому он не начитает войну против Украины. Это с одной стороны. А с другой стороны он знает, что в нужный момент он может повернуться на Запад и сказать, товарищи, вот я между вами и вот этим, вот этим безумными восточными варварами, вы меня поддержите, а я уж постараюсь. И Запад ему пойдет навстречу и поддержит. поэтому Лукашенко диктатор, убийца, человек, на котором пробит ставить негде. И на Западе это прекрасно понимают. Но им нужен Лукашенко как прослойка между собой и Путиным, потому что в противном случае место Лукашенко занимает Путин. И это вполне понятно, Запад никаким образом не устраивает. Поэтому они терпят его. И поэтому они стараются не слишком сильно обижать, в частности возвышая госпожу Тихановскую. Спасибо большое политолог Дмитрий Орешкин на нашем гости. Спасибо, Дмитрий Борисович. Да, Дмитрий Борисович, спасибо большое. Спасибо вам, Даня. Всего доброго. Да, но мы еще не прощаемся, еще у меня есть полминуты, чтобы прямо сейчас наших слушателей и наших зрителей пригласить к просмотру нового интервью. Это пример интервью на ютуб-канале Живой Гвоздь. Алексей Венедиктов беседует с министром иностранных дел Португалии Жуалу Гомешем Кравинью. Посмотрите, пожалуйста, это интервью. Не забудьте поставить лайки и подписывайтесь на ютуб-канал Живой Гвоздь. Маша Майер с Ириной Баблайн встретимся завтра утром. Да, пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова